Газманов подтвердил, что сделан в СССР и выступил против Ельцин-центра. Виталий Корюков в свободной прессе за 29 октября 2021 года. Исполнитель эскадрона поддержал коллегу Вадима Самойлова, раскритиковавшего либералов ельцинской поры. На днях в соцсетях появился фрагмент видеовыступления в Ельцин-центре на фестивале «Уральская ночь музыки» экс-солиста рок-группы Агата Крести Вадима Самойлова, на котором он жестко высказывает свое негативное отношение к либеральным политикам ельцинской эпохи. Спустя некоторое время народный артист России Олег Газманов высказал слова поддержки своему коллеге. «Я бы закрыл Ельцин-центр 100%», – заявил музыкант. «Молодец, Самойлов, что открыто это все рассказал, и вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали». И действительно, в своих словах поддержки Газманов обратил внимание слушателей на то, что очень многие сейчас не понимают, чем живет народ, а также призывал обратить внимание и сделать то, что хотят люди. Напомним, что в своих высказываниях на фестивале Вадим Самойлов не стеснялся в выражениях и костерил, на чем свет стоит, так называемых либералов, заявляя о своей ненависти к ним и их идеям. Публика, в свою очередь, как видно из выложенной в соцсетях видеозаписи, горячо поддерживала своего кумира. Правда, сотрудники Ельцин-центра уже высказали свое негативное отношение к такому Димаршу, выступившего на фестивале музыканта, и заявили, что намерены прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. Своё выступление он, Самойлов, закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, и вместе с ними и к Ельцин-центру, на сцене которого выступал, заявили в самом центре. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. Команда Ельцин-центра считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами ночи музыки и, надеемся, никогда более не видеть Самойлова в стенах Ельцин-центра, говорится далее в сообщении. Отметим, что Ельцин-центр был создан в Екатеринбурге в соответствии с законом 2008 года о центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, для сохранения и изучения публичного представления наследия Ельцина в контексте новейшей истории Отечества, развития демократических институтов и построения правового государства. Учредителем центра выступила администрация президента РФ, а ее глава Антон Вайно возглавил попечительский совет. Без комментариев. Это не первый скандал, связанный с Ельцин-центром. В 2017 году уже были прецеденты, когда по инициативе организаторов со стороны, в частности, шведского консульства, в его стенах детям были продемонстрированы фильмы со сценами не для совершеннолетних. Но, как на поверку оказалось, причину негатива нужно все же искать более глубоко в деятельности самого первого президента РФ и его поступках, связанных скорее с большой политикой. Об этом также пишут и пользователи в соцсетях. После того, как Ельцин позвонил президенту США и выступал в американском конгрессе, радостно сообщая, что нет теперь СССР. Все, что связано с именем этого человека, должно быть стерто из памяти русских людей. Не скрывает своего возмущения Наталья. Больше предательства и подлости предстать невозможно. И непонятно, зачем еще существует этот центр Ельцина. Это начальная стадия гангрены для страны с учебниками Сороса по истории. Это начало конца России. Неужели это непонятно? Спасибо, Вадим, что смело высказали свое мнение. Просто вы первый, кто решился. Сейчас увидим, кто из кто солидарно с Натальей и Ириной Борисово. Кто-то молча посидит в сторонке, кто-то поддержит, кто-то грязью обольет. Хотя побояться грязь лить народ не позволит. Нельзя упускать из веду еще одну маленькую деталь, характеризующую подлость представителей Ельцин-центра, подмечает Александр. Они заявили, из-за случившегося прекращают сотрудничество с организаторами Ночи музыки. Казалось бы, ну не пускайте Вадима исключительно его больше на эту площадку. Но они решили наказать весь коллектив фестиваля Ночи музыки. Тем самым пытаются натравить на Вадима всех участников фестиваля людей из его собственной среды. Подлинка, да? Но это как раз характерно для либерастни, не либералов, а именно либерастни с антипатриотическими и антироссийскими взглядами. В общем, налицо незажившие отголоски постперестроечной эпохи, когда с развалом СССР в стране рушилось все, начиная с внешней политики государства и заканчивая элементарным отсутствием в магазинах продовольствия, товаров первой необходимости и уверенности в завтрашнем дне. В политике той поры тот же Ельцин, может быть, об этом забыли очень быстро, но те, кто жил в те нестабильные и тревожные времена лихих девяностых, помнят то непростое время, до сих пор не скрывают этого. Вот и возникает время от времени подобные высказывания людей с крепкой памятью и не всегда литературной речью. Впрочем, как заявил сам Самойлов, он готов извиниться за мат, но не за смысл сказанного. Газманов подтвердил, что сделан в СССР и выступил против Ельцин-центра. Исполнитель эскадрона поддержал коллегу Вадима Самойлова, раскритиковавшего либералов ельцинской поры. Исполнитель эскадрона поддержал коллегу Вадима Самойлова, раскритиковавшего либералов ельцинской поры.